Добрый день. О главных событиях данному часу рассказывают корреспонденты телеканала Хабар 24 в студии Батагос Саркулова. 630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в стране за минувшие сутки. Вот уже несколько недель лидером антирейтинга остается Восточно-Казахстанская область. Там зарегистрировали 236 новых случаев инфицирования. Следом идут Павлодарская и Костанайская области по 50 и 52 случая соответственно. Всего, по данным Министерства здравоохранения, в стране подтверждено больше 120 тысяч случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 109 тысяч пациентов. Учащиеся столичных общеобразовательных школ с 1 по 5 классы включительно во второй четверти продолжат обучение в дежурных классах. Так же, как и учащиеся с 1 по 7 классы международных учреждений образования. Главные условия в помещении единовременно могут находиться не больше 15 человек. Отмечу, что зачислять дежурные группы будут строго по заявлению из согласия родителей. В том случае, если коронавирус обнаружат хотя бы у одного учащегося из дежурного класса, все его одноклассники будут переведены на удаленку. Для всех остальных столичных школьников учебный год продолжится в дистанционном формате. Соответствующее постановление опубликовала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана. Движение общественного транспорта в столице приостановили на один день. Сегодня в автопарках проводится дезинфекция. В понедельник, 16 ноября, автобусы снова будут курсировать в обычном режиме. Не забывайте соблюдать санитарные нормы и помните, что вход в автобус без масок запрещен. И о событиях в мире. Больше 650 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего зараженных за день специалисты зафиксировали. В Европе, Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии. В общей сложности мировая статистика по числу зараженных коронавирусом приближается к показателю в 54 миллиона. Это все за время с начала пандемии. Свыше миллиона 300 тысяч человек скончались. Власти Ирана с 21 ноября вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Меры продлятся до завершения эпидемии в стране. Так, иранские города поделят на три цвета. В красных районах запретят развлекательную деятельность. В оранжевых закроют университеты и спортзалы. А в желтых спортивная, развлекательная и религиозная деятельность будут лишь ограничены. Непродовольственные магазины и рестораны теперь закрываются в 6 часов вечера. Всего в Иране зафиксировано почти 750 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садржапаров сложил полномочия и приостановил деятельность главы Кабмина. Об этом говорится в заявлении его пресс-службы. Он также объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах в качестве, цитата, «предового гражданина». Исполнять обязанности президента будет спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы правительства переходят к первому вице-премьеру Артему Новикову. Ранее Жапаров сдал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут 10 января следующего года. Как сообщили в комиссии, на сегодняшний день на высший пост в Кыргызстане претендует 63 кандидата. Тем временем новой исполняющей обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов выступил с видеообращением к народу страны. Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан нести посильный вклад в преодоление преград и трудностей. Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию. Тем временем тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона с требованием пересчитать голоса выборщиков. Демонстранты уверены, что противники Трампа сфальсифицировали результаты голосов в ряде штатов, что и обеспечило победу кандидата от демократов Джо Байдену. Акция протеста началась у стен Белого дома, затем протестующие маршем направились к зданию Верховного суда. Несмотря на опасения, демонстрации прошли мирно. Ранее о фальсификациях на выборах заявлял и сам Дональд Трамп. Он направил несколько исков в суды. Проверкой обвинений занимается Министерство юстиции США. 15 ноября – день национальной валюты Казахстана. С каждым годом отечественные купюры и монеты приобретают более утонченный дизайн и все больше степеней защиты. Славятся изделия казахстанского чеканного двора и за рубежом. Тему продолжит Ирина Панфилова. Коллекционные банкноты Валихан Бахреддинов начал собирать 10 лет назад. Первой в его коллекции появилась купюра 1999 года номиналом 500 тенге с изображением Альфа-Раби. Последней в коллекции нумизмата стала вот эта монета, посвященная 25-летию Конституции Казахстана. Внутреннее состояние души для этого. Никаких коммерческих интересов, целей ей не преследует. Каждая казахстанская коллекционная монета – это определенный отрывок из нашей истории. И это конкретный экспонат. Это к десятилетию независимости Казахстана. Было выпущено в то время, когда еще не все в нашей стране, с точки зрения экономики, было стабильно. Вот в первые годы нашей независимости это было первое такое большое знаковое событие. Теперь Валихан мечтает пополнить свое собрание новой монетной коллекцией ЖТ Казана. Над созданием чеканной сокровищницы в Национальном банке страны работали почти пять лет. Вот вы, например, пойдете в магазин, вам на сдачу дадут интересную монету с той тенге. Нужно обратить внимание на оборотную сторону. На одной монете вы можете увидеть ружье, на другой – Сулуаэль называется монета, на третьей – Ержигэд. И, соответственно, вы можете собрать семь сокровищ. Всему Казахстану через банки второго уровня Национальный банк запустил такие монеты. Это привлечение не только нумизматов, в целом населения Казахстана к коллекционированию, к уважению к национальной валюте, для того, чтобы мы знали, ценили. Хотя, как отмечают в Нацбанке, спрос на коллекционные инвестиционные казахстанские монеты и так высокий. Как только выходит новая серия, их развозят по филиалам банков. Раскупают новинки всего за пару дней. Последний тираж составлял три тысячи штук. И он был реализован, если не ошибаюсь, в течение двух-трех дней. Также мы выпускаем монеты из недрагоценных металлов, из Низельбера, тираж которых составляет 100 тысяч штук. Эти монеты тоже реализуются у нас буквально за один-два дня. В стране сегодня насчитывается порядка двухсот нумизматов. Покупатели есть в каждом городе. Хорошо раскупают новинки отечественного казахстанского двора и за рубежом. Казахстан постоянно участник международных выставок в Германии, США, Италии и Китае. За годы независимости наши монеты и банкноты 23 раза получали мировое признание. Вот эта новая циркуляционная монета 200 тенге вышла буквально в этом году, в январе месяце. И мы ее представили на берлинской конференции. Это довольно большая выставка, самая большая, наверное, в Европе. Специалисты, увидев эту монету, они очень высоко отозвались, поскольку минимальными технологическими средствами была обеспечена абсолютная защита и очень высокая степень эргономики, так скажем. Потому что вот эту монету, если вы попробуете открыть, допустим, кошелек, и попадет какой-то пучок света, то этот номинал просто высветится оттуда. В ближайшее время в Нацбанке планируют выпустить коллекции монет, посвященные 30-летию независимости Казахстана и космической тематике. Для удобства покупателей будут увеличивать объем онлайн-продаж. Житель Арыси развивает обувное производство на селе. Небольшой цех он обустроил прямо у себя во дворе. В месяц сельский предприниматель производит почти тысячу пар туфель и ботинок. На местном рынке они пользуются большим спросом. Также налажены поставки товара по всему Казахстану. Подробнее об обувном бизнесе на селе расскажет Рауль Габитов. Взрыв на складе боеприпасов, длительное восстановление города, а затем и вовсе карантин. Все эти события сильно сказались на предпринимательстве и бизнес-производстве Арыси. Но все эти факторы абсолютно не повлияли на деятельность обувных дел мастера Амиртая Бейбасара. После прошлогоднего ЧП по программе «Хамкор» мне выдали кредит на льготных условиях 5 миллионов тенге. Благодаря этим средствам я построил свой цех. В результате показатели продаж улучшились. Всего мы производим 300-400 моделей женской и мужской обуви. Основная часть моделей, которую производит цех, разработана в Турции. Но часть предприниматель придумывает сам. Весь его ассортимент выполнен из кожи. Шьют обувь квалифицированные мастера. Все они имеют за плечами богатый опыт работы на больших фабриках. Здесь работают 7 человек. Зарплата у наших сотрудников высокая – от 200 тысяч тенге. В месяц мы производим до 1000 пар обуви. Сырье у нас в основном привозное – из Украины и России. Сейчас наша главная задача – постепенно вытеснить из рынка импортную продукцию. Спрос на отечественную обувь очень большой. Покрыть весь рынок не хватает мощности, говорит Амиртай. Поэтому он начал строить еще один цех. Его открытие позволит увеличить производительность как минимум вдвое. К слову, в Туркестанской области развитие легкой промышленности постепенно набирает обороты. С начала года местные предприятия выпустили продукцию на 12 миллиардов тенге. В Туркестанской области у нас действуют 24 предприятия легкой промышленности. Среди них это три обувных цеха. Производимая продукция в основном рассчитана на внутренний рынок, так как сейчас не такие большие объемы, чтобы направлять на экспорт. По Казахстану можно взять статистикой где-то 4-5% общей мы обеспечиваем по обуви свое население. Получается, есть потенциал. Специалисты отмечают, в последние годы интерес к текстильной промышленности у предпринимателей заметно возрос. Связано это с многочисленными программами и грантами. Например, только в этом году в рамках проекта «Бастау-бизнес» краткосрочные курсы прошли свыше 3000 человек. 786 из них получили по полмиллиона тенге на запуск своих стартапов. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Самат Нагашпекула, Хабар-24, Туркестанская область. Продолжаем выпуск. В девяти регионах и столице объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, туман, гололед и низовая метель ожидаются преимущественно в северных регионах страны. В Жамбылской области прогнозируют туман и гололед. В Хазлардинской только гололед, а в Туркестанской – туман. Сегодня в Акмолинском регионе местами возможен сильный снег, туман и низовая метель. Что касается погоды в столице, то в Нур-Султане ожидаются снег временами метель. Автолюбителям стоит воздержаться от длительных поездок, а в случае необходимости тщательно продумывать маршрут движения и проверить техническое состояние авто. В Павлодаре реализуют проект по развитию социального туризма. Там создали рельефно-графическую карту священных мест для незрячих и слабовидящих людей. Она называется «Край, в котором мы живем». Читатели специализированной библиотеки могут в буквальном смысле прикоснуться к истории, ознакомиться с местными достопримечательностями. Не так давно фонд пополнился макетами мечети имени Машхура Жусупа и озера Жасыбай. Их сделали в одном из исправительных учреждений. В рамках программы «Рухани Жангру» выпущен и путеводитель по сакральным уголкам региона, который содержит рельефные изображения и тактильные тексты. Есть и аудиоверсия этой книги. Этот проект является очень уникальным, так как он предназначен для людей с ограниченными возможностями. Если здоровые люди могут посещать сакральные объекты, сакральные места Павлодарской области, то люди с ограниченными возможностями не имеют таких возможностей. Для них вот такой проект был инициирован библиотекой для незрячих, для слабовидящих. И к этому часу у нас все. Берегите себя, не забывайте о масках и о социальной дистанции. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok